Европа и украинская опасность. Ростислав Ищенко на alternativa.org за 30 сентября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. Когда-то, в 1904 году, США и Великобритания направили Японию на Российскую империю с тем, чтобы ограничить амбиции Петербурга на Дальнем Востоке. Затем, в 1914 году, США и Великобритания натравили Японию на Германскую империю, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на главных театрах военных действий Первой мировой войны, в том числе военно-морских, не отвлекая силы на нейтрализацию германской базы в анклаве Цендао. В 1930-е годы укрепившая свои позиции ВТР Япония сама набросилась на Китай, начав с создания великой сферы сопроцветания Восточной Азии, региона исключительных японских интересов, простиравшегося от Камчатки до Австралии и от Индии до Филиппин, охватывавшего всю восточную часть Тихого океана, западную часть Индийского океана и соединяющие их проливы, имевшие стратегическое значение для торговли западных государств и их связи со своими Тихоокеанскими колониями. США и Великобритания возмутились и попытались поставить японских нахалов на место при помощи санкций, но в результате нарвались на 4 года тяжелейшей войны, в ходе которой Великобритания вообще была вытеснена из Тихоокеанских вод, а США с трудом удержались там, понеся ряд чувствительных поражений. Для окончательной победы понадобилось вступление СССР в войну против Японии и американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. О чем говорит нам этот пример? О том, что военно-политический инструмент, создаваемый для борьбы с геополитическими оппонентами, при определенных условиях может броситься на своего создателя. Япония, в частности, была возмущена тем, что ей отказывают вознаграждение за жертвы, понесенные ею в войнах против России и Германии, а также за участие в оккупации советского Дальнего Востока в 1918-1925 годах. США и Британия внезапно увидели японский агрессивный милитаризм и начали бороться с тем, что недавно поощряли. Сегодня мы имеем похожую ситуацию в отношениях Запада и Украины. Запад внезапно увидел украинский нацизм и начал активную кампанию против его глорификации. Кампания оказалась настолько внезапной и интенсивной, что вызвала отставку спикера канадского парламента. Под угрозой отставки все еще пребывает постоянно оправдывающийся премьер Трюдо. В США греко-католическая церковь Униаты закрыла ранее открытый при ее активном участии памятник 14-й панцергренадерской моторизованной дивизии СС Галиция, ранее благожелательно не замечавшая бандеровских нацистов, даже на своей территории Польши начала борьбу против них во всем мире, лицемерно озаботившись даже судьбой евреев, которых гитлеровцы и бандеровцы без сомнения убивали массово. Но сами поляки после войны окончательно вытеснились с территории ПНР. И это только верхушка айсберга. Нацизм внезапно вышел из моды на Западе. Правда, только украинский нацизм. Прибалтийские марши бывших эсэсовцев не привлекают внимания и не вызывают осуждения. Но что делать Украине? Что делать бедным маленьким украинцам, которых более 30 лет учили, что бандеровщина – это хорошо, что быть бандеровцем – значит быть европейцем, приобщиться к вершине мировой цивилизации. Причем борьба с нацизмом на Западе началась параллельно с переходом в практическую плоскость разговоров о необходимости прекратить поддержку Украины, которую буквально накануне чествовали, как передовые рубежи обороны Запада от диких орд с Востока, и договариваться с Россией о компромиссном мире за счет интересов Киева. Конечно, политические группировки, в руках которых на Западе находится власть, пока Украину не бросили. В Киев все еще ездят министры обороны иностранных дел. Украине все еще передают различные типы вооружений и поставляют боеприпасы. Даже финансирование для нее на следующий год какое-то пытаются выбить. Но прежнего раздолья уже нет. Даже те, кто Украине симпатизирует, вынуждены сквозь зубы осуждать бандеровский нацизм, дистанцироваться от наиболее радикальных украинских группировок и рекомендовать своим киевским подопечным хорошо думать, прежде чем делать заявления на острые политические и исторические темы. Эпоха полной безнаказанности закончилась. Но Украина – страна Майдана. А Майдан потому и опирается на нацистские и фашистские группы и лозунги, что толпа маргиналов с хорошими лицами, тремя образованиями и пятью иностранными языками может выйти на улицы с целью терроризировать государственную власть и лояльных граждан только под гарантией полной безнаказанности. Первейшей задачей любого Майдана всегда было добиться моментального освобождения без наказания всех задержанных вандалов и публичных гарантий от власти безнаказанности их дальнейших действий. Таким образом, не только парализовалась воля к сопротивлению защитников конституционного строя, но достигалась главная – массовка прекращала бояться применять к защитникам власти любое насилие вплоть до убийства, поскольку любая царапина, любой синяк майданного деятеля становились поводом для разнузданной информационной кампании по дискредитации власти, а убийство или серьезное вплоть до инвалидности травмирование защитников власти не вызывало никакой реакции, кроме насмешек и заявлений, что псы режима ничего лучшего и не заслуживают, мол, мало им еще досталось. На этой майданной психологической базе Украина и против России выступила. Деятели Майдана просто перенесли привычную им внутриполитическую картину в область международной политики. Неслучайно и украинские, и российские, и давно уже копавшиеся в Европе и США пропагандисты Майдана, даже те из них, кто делает вид, что они за Россию, базируют свою пропаганду на утверждениях, что российская власть постоянно вступает в некие договорники и выполняет указания то ли Вашингтона, то ли Лондона, то ли обоих вместе. Такова их убогая картина мира. Будучи сами вторичны, работая лакеями при американских господах, ну, как господах, командированными для надзора за аборигенами второстепенными слугами настоящих господ, но для жителя Бантустана любой представитель митрополии, даже нищий оборванец, все равно сахиб. Они уверены, что именно их господа, самые главные, самые сильные, самые непобедимые, правят не только ими, но и всем миром, никто не может им противостоять. Пример безропотной сдачи позиций в эпоху Майдана собственной властью они переносят на все международные отношения. Именно поэтому украинцы жаждали войны с Россией. Они считали, что это будет такой международный Майдан. Запад запретит России сопротивляться, после чего украинцам останется только делить трофеи и устанавливать собственное господство. Отказ России покориться Западу украинцев отнюдь не обескуражил, но развеселил. Вот же глупые москали, подумали они, нет бы сразу сдаться, так они захотели помучиться. Именно поэтому от каждого нового западного оружейного транша, пресловутые дживелины, затем орудия, РСЗО, средства ПВО, танки, самолеты, ракеты, украинцы искренне ожидали поворота событий на фронтах и собственной, почти моментальной победы. Никто не может противостоять стреляющей палке Сахиба. Несмотря на все понесенные жертвы, несмотря на все поражения, они были уверены, что осталось подождать совсем немного. Вот буквально сейчас Запад топнет ножкой, пришлет еще больше оружия, придут большие корабли, а с ними тысячи солдат, и все вольется в привычное майданное русло. Россия капитулирует, а им останется только ловить и вешать наглецов, посмевших выступить против воли Запада. И тут вдруг выясняется, что Запад умывает руки, оставляя раздухарившуюся хрюшку наедине с медведем. Да еще и говорит на прощение, что, мол, нехорошо быть бандеровцами, а не, мол, нацисты, коллаборационисты. И вы тоже не древние укры, а такое же нациколлаборационистское быдло. Обидно. Ведь сами же учили, что бандеровцы сражались за демократию на всех фронтах. И даже русские говорили, что бандеровцы нацисты. Так что они правы были? Между прочим, русские еще много чего говорили. Прям вспоминать страшно. А если окажется, что они все время правду говорили, то еще страшнее. Хоть глаза не открывай. Думаете, после этого украинцы покаются, посыплют голову пеплом и придут мириться? Как бы не так. Поколения выращены в уверенности, что они соль земли, носители сакрального знания, потомки бандеровских перводемократов. От этого одномоментно не откажешься. Это идеологическая основа существования Украины. Если это неправда, то все зря и сами виноваты. А такой человек принять не может. Поэтому виновата будет и Европа, которая предала. Так же, как Гитлер утверждал, что нож в спину немецкой армии в 1918 году всадили евреи, украинцы теперь скажут, что нож в спину Украине всадили европейцы, которые не смогли смириться с потерей барышей от торговли с Россией и отказались от великой идеи построения прекрасного нового мира ради своих мизерабельных меркантильных целей. Они не перестанут ненавидеть русских, но европейцев возненавидят сильнее, ибо русские оказались сильными, а европейцы трусливыми предателями. 10 миллионов злых украинских нацистов обоих полов на территории ЕС, который был не в состоянии справиться с миллионом сирийцев и иракцев, для которого прибытие на Лампедузу 3000 мигрантов единовременно, миграционный кризис, это очень много. А ведь если Украина исчезнет как государство, то злых, обманутых в лучших чувствах нацистов в Европе окажется на несколько миллионов больше за счет тех, кто не может жить с русскими в одном государстве. Небольшое замечание. Сейчас все эти нацисты сконцентрированы, почти сконцентрированы, на одной территории, а так они распылятся по всему миру. По-моему, будет еще хуже. Между тем, Европа уже дестабилизирована, межгосударственные отношения хуже, чем были между республиками СССР накануне его распада. Внутри каждого государства, вцепившиеся во власть посиневшими пальцами, леволиберальная, трансгендерно-толерантная тусовка пытается предотвратить приход к власти консервативных сил, при том, что консервативный поворот самих западных обществ уже состоялся. Экономика не в состоянии выйти из перманентного кризиса, в который ее загнали идеологизированные политики. Европа бурлит и готова к худшему. В этих условиях наличие нескольких миллионов злых нацистов, умеющих самоорганизовываться, Запад сам научил. Имеющих опыт как майданов, так и ведения современных боевых действий высокой интенсивности, ненавидящих Запад за предательство бандеровских идей, серьезнейший дестабилизирующий фактор, способный стать запалом, инициирующим гигантские потрясения, находящиеся пока под спудом, но уже ощущающиеся тектонические процессы. Бедная Европа. Она сама вырастила, обучила, вооружила и приняла на своей территории новых варваров. Пока варваров кормили, они наклели не слишком. Требовали от европейцев учить украинский язык и бандеровские кричалки. Сейчас наступает момент истины. Бандеровцев кормить прекращают. Европа думает, что они после этого уедут. Но сами бандеровцы эту уверенность не разделяют. У них другие планы. Возможно, скоро будем за бесценок скупать сокровища европейских музеев. Бандеровским варварам они все равно ни к чему. Ростислав Ищенко. Европа и украинская опасность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...